Обрести настоящего друга очень просто. В приюте для животных в майский день живут почти три сотни питомцев, которые ждут новых хозяев. Почти все собаки и кошки оказались брошены своими предыдущими владельцами. Многие животные пострадали под колесами машин, как, например, гаврик, у него нет задней лапы, и фуфик, лишившийся передней. Фуфу был найден на трассе у придорожного кафе людьми. Они, проехав один раз, увидев собаку, они сначала покормили, но, проезжав второй раз, увидели, что собака, в принципе, не перемещается. Привезли ее к нам, мы отвезли ее в клинику. В итоге нам сказали, что собака абсолютно бесперспективна и ходить никогда не будет. И, в принципе, лучше собачку такую усыпить. Но, имея опыт колоссальный по выхаживанию таких собак, мы, в принципе, взяли на себя ответственность. Но, несмотря на то, что когда-то люди жестоко обошлись животными, собаки не стали злыми. Они очень ласковые и послушные. Сейчас приют переполнен. Число питомцев с каждым днем увеличивается. Кашу для животных готовят на костре. За день собаки съедают две ванны корма. Содержать такое количество кошек и собак весьма проблематично. Поэтому в приюте новым хозяевам животных рады всегда. Те, кто решат обзавестись домашним любимцем, могут не переживать состояние здоровья будущих подопечных. Животные в приюте привиты, осмотренные ветеринаром. Соответственно, мы имеем больше преимуществ перед рынком рабочего поселка, где просто из коробок взяв животное, люди зачастую потом приходят к нам. Животное заболело, погибло. У нас животное проходит карантин, специальную обработку, вакцинацию и уже получается какая-то гарантия. Плюс консультации специалистов. Правда, животных первому встречному не отдадут. Жилье должно быть несъемным. И родственники, проживающие в квартире, обязаны дать свое согласие. Все эти меры принимаются не просто так. Сотрудники приюта не хотят, чтобы животные, с которыми бессердечно обошлись однажды и еще раз, испытали на себе человеческую жестокость.